Здравствуйте! Сегодня у меня в гостях Николай Мазуренков, организатор автопутешествия по всем правилам 906090. Это совершенно уникальное явление, потому что организовал его дилер. Если помните, у нас регулярно приходит человек, который организует свое частное мероприятие под названием Волок, и это его личная инициатива. У нас в гостях был человек, организовывавший пробег Volkswagen Amarokov на веревочке, на мягкой и жесткой сцепке по непроходимому нашему очень дальнему востоку. И это была затея, придуманная столичным офисом, то есть представительством, но чрезвычайно редко, а по большому счету первый раз в нашей истории, когда на автопутешествия замахивается дилер, придумывая очень правильную программу продвижения своего продукта среди клиентов. Здравствуй, Коля! Здравствуйте, Сергей! Так, мы уже на вы или мы на ты? Мы на ты! А, то есть мы не будем делать вид, что мы видим друг друга первый раз в жизни, и у нас такой виджевый петит, скажите, Николай, как вы поживаете? Я думаю, мы обойдемся без них сегодня. Да, замечательно. Коль, расскажи, вот с чего все началось-то? Как это вдруг дилер сказал, а давайте-ка мы вот сделаем такое? Ведь это же очень серьезный проект. Ну, началось это уже давно. С тебя, как только на работу взяли, тут и началось. Не, на работу меня взяли намного дальше, чем это началось. Занимаемся мы этим уже порядка двух лет. То путешествие, которое мы хотели сегодня рассказать, это уже не наш пилотный, не пилотный наш проект. Наш первый проект был ровно год назад. Назывался он Кировский огурец. Ну, я думаю, что о нем, а может быть, попозже маленечко расскажем, если дойдет до этого. Огурец вообще сейчас, ближе к вечеру, вызывает приятные очень ассоциации. Тем более, не забывай, что нас слушают много невольников, прикованных к компьютерам и письменным столам. И все то, что ты сейчас будешь повествовать, даже в журнале National Geographic не снилось. Ты-то человек воли. Тем лучше, тем лучше. Так ты расскажи, как там на воле-то, чем пахнет свежесть воздуха и все-таки, вот как это все начиналось? Ну, с огурца этого поняли. Нет, не с огурца вообще. Мы источником, что побудило нас к этому, два года назад мы начали потихонечку готовить автомобили. То есть мы взяли Pajero Sport Mitsubishi и решили из него сделать внедорожник. А почему? Блок, он же, Блок Моторс, он какой-то же совершенно невероятный дилер, там, ста марок. Что хочешь, там и такое, и сякое, и эдакое, можно было по-всякому. То есть самое внедорожное, это был Mitsubishi. Да, в том, в портфеле брендов, которые у нас существуют, то есть больше всего потенциала, это все-таки у Mitsubishi. И мы решили попробовать свои силы, показать, на что мы готовы, и понаблюдать за самими себя со стороны. И покрасоваться. Покрасоваться, полюбоваться, да. А что значит подготовить? То есть идея какая была стратегическая? Вы же не просто как сели ребята и сказали, слушайте, давайте бампер привернем, а давайте лебедку поставим, а потом посмотрим, что с этим делать. Ведь была какая-то отправная точка к тому, чтобы это делать. Нет, вообще, если честно, то на самом деле именно с этого и началось. То есть мы вначале сделали то, что мы сделали, а потом... Машину подготовили. Да, а потом начали смотреть, а как же можно все-таки эту машину применить к делу. Кроме того, чтобы она просто стояла возле салона, и все ходили на нее смотреть. То есть сначала зачесались руки, а потом... Да, потом начала работать голова. А потом уже обнаружили шило в неожиданном месте. Совершенно верно. Так, значит, вы взяли Pajero Sport и на всякий случай просто его отлифтовали, отлебедили. Да, ну это, да, делать технические моменты сделали, все совершили. Начали на нем ездить, начали потихоньку ездить, начали ездить в Москва-Подмосковье, чуть-чуть дальше, чем Подмосковье. Аппетит пришел во время еды, расстояния начали увеличиваться, и пришло понимание, что почему бы все-таки не попробовать себя в некой роли туристического агентства. Ничего себе роль. Ниша — это путешествия на автомобилях не сильно развитое. Решили попытаться. Все, пора начинать. Машина готова, погнали. Сначала в одиночку. Но машина есть, а у остальных-то нет. Вы же не приготовили целый парк прокатных машин, когда сказали, ребята, платите деньги, а мы вас прокатим здорово по стороне. Нет, мы пришли к тому, что нам нужно в первую очередь готовить собственные маршруты, готовить собственные приключения. Если брать на сегодняшний день, то я могу путешествия на автомобиле разделить на три категории. Это путешествия из пункта А в пункт Б, это банальный доездинг, это какие-то экстремальные путешествия, а-ля Волок, где нужны подготовленные автомобили, подготовленные люди, оборудование соответствующее. Мы решили уйти в такой, в некий посерединке встать, то есть тем самым не готовить какие-то легкие путешествия и не готовить какие-то сложные путешествия, то есть пойти по своему пути. И вот это автопутешествие по всем правилам 90-60-90, да, это вот уже два года мы готовились к этому проекту, два года мы готовились для того, чтобы пригласить в этот проект клиентов, своих клиентов, которые так же, как и мы, неравнодушны к автомобилям, неравнодушны к путешествиям и неравнодушны ко всему тому, что с этим связано. То есть пригласить клиентов, это те люди, которые у вас покупали машины? Да, в этом путешествии, которое вот в этом году у нас случилось, завершилось благополучно, это ездили наши клиенты, да, то есть я не скажу, что их было много, мне удалось уговорить поехать с собой двух человек, но один экипаж это был город Москва, а второй экипаж это приехал к нам из Казахстана. И тем не менее, это наш клиент, это наш клиент, которому мы поставляли внедорожное оборудование, то есть на такие дальние расстояния. А машину, прости, они готовили специально под автопутешествие по всем правилам или они вообще были уже... Ну это у них хобби, свое хобби. Машину они готовили в принципе, потому что было интересно, а вы им сказали, а давайте-ка мы испытаем это и еще получим удовольствие. Да, ну у людей появилась вот информация, что есть такое путешествие, его организовывают им уже знакомые люди, то есть они полностью нам доверились. Что это будет интересно, что это будет безопасно, что они приедут домой на целой машине и вот с Москвы, ой, с Казахстана преодолев там около двух тысяч километров до Москвы, они приехали и включились в наше путешествие, составили нам компанию. Но это были машины подготовленные, а если бы кто-то сказал, я хочу, а машина у него обычная, стоковая? Я и говорю еще раз, возвращаясь к тому, что маршрут, то есть что мы ушли вот в эту некую в серединку, да, не стали брать легкие путешествия, не стали брать тяжелые путешествия, то есть тот маршрут, который мы... Тот маршрут, по которому мы ездили, то есть он предназначен на грани, скажем так, для неподготовленного автомобиля, то есть вполне даже... Ну, на стоковом по Джироспорт можно было вполне его преодолеть, конечно, поаккуратнее было бы, потяжелее ехалось, но... Откуда, куда маршрут какой? Маршрут у нас был, значит, стартовали мы из города Москва, финишировали, ну, такого конкретного географического общепринятого названия у нас нет, но это Пермский край, и если даже говорить дальше, то мы чуть-чуть даже залезли в Свердловскую область, То есть, ну, где-то километра три, наверное, от географической границы, мы доехали до горной реки Косева То есть от Москвы аж до Урала? От Москвы аж до Урала, да, ну, мы не посетили азиатскую часть Урала, мы остались в европейской части Города вы избегали? Вы... много асфальт? Маршрут, ну, маршрут, значит, протяженность в одну сторону у нас была 2000 километров, из этих 2000 километров, 600 километров это были пересеченные дороги, грейдеры, где-то ехали полем, Где-то по лесу, ну, все, маршрут был подготовленный, маршрут я готовил два года, то есть трижды я на нем проехал сам, прежде чем позвать туда людей И тем не менее, что даже маршрут был подготовленный, то в этом году сюрпризов он нам все равно предоставил Ну, там, естественно, то дождик пройдет, то камышек упадет, это само собой Да, ну, дождик в Удмуртии нас порадовало перед тем, как мы в нее приехали двухнедельным нон-стоп ливнем И где два года назад я ездил, и в том году я там ездил, пылил, менял воздушный фильтр, потому что стояла страшная пыль В этом году мы тонули в глине просто Что было достаточно неожиданно Для меня, да, ну, остальные участники на этом маршруте были впервые, для них это было, в принципе, нормально Ну, 70 километров хорошего грейдера Оффроуды хлебнули Перерыв на новости, потом продолжим У меня в гостях Николай Мазуренков, организатор автопутешествия по всем правилам 90-60-90 Мы уже добрались потихонечку до Пермского края Коль, объясни, а что значит по всем правилам и что такое 90-60-90? Ну, для всех, наверное, известно, да, данные цифры 90-60-90 это некий эталон красоты Да, все сразу как-то подумали о том, что мы поехали за пермячиками, а не за впечатлениями Ну, здесь ассоциации, да, то есть в первую очередь это некий эталон Так вот, чем ты заманивал мужиков-то в дорогу? 90-60-90, они сказали, да-да, сейчас поедем, посмотрим, где это Не, мужиков-то мы заманивали приключениями, мужиков мы заманивали рыбалкой А потом, когда мы уже заманили мужиков, ну, если рассказывать людям о том, что, ну, три мужика на трех машинах поехали куда-то покататься На рыбалку На рыбалку, да, ну, езжайте, мало вас тут таких, что ли, которые катаются Наша основная была задача, чтобы от этой поездки какая-то была еще польза тем, кто за нами следит То есть нашим друзьям, которые остались дома, коллегам, знакомым, обществу Некая показательность Пусть будет так Да, и 90-60-90 в вашем случае, не по женским параметрам тела, это что? 90-60-90, ну, это я могу расшифровать по пунктам, да, мы говорим сейчас об автопутешествии все-таки Так, уточнили О поездке на автомобиле Первая цифра 90, это символизирует скорость То есть по правилам дорожного движения Законопослушные зайчики ехали со скоростью 90 км в час Я могу сказать, что именно так это и было на протяжении 4 тысяч километров Первое, что нас ограничивало, у нас были большие машины с большими колесами У нас организаторский автомобиль был с прицепом И передвигались мы, честно, не нарушая правил Об этом есть документальные подтверждения Нет ни одной фотографии с видеокамер, хотя где мы ездили, там камеры не стоят Да, и не пришло ни одного штрафа? Нет Так, первая цифра 90-60, это кто? Вторая цифра 60, это некий символ времени То есть зашифровано время То есть мы говорим о том, что во время путешествий немаловажный фактор Это соблюдение, ну, сказать так, старым советским языком Соблюдение режима охраны труда То есть нужно следить за временем нахождения за рулем Не забывайте отдыхать, товарищи водители Да, это важно, то есть есть для этого целые нормативы, правила, да Что ты должен проехать там 4 часа и уделить какое-то количество времени на перерыв Так, значит, от талии поднимаемся наконец-то вверх, где еще 90 И вот это самые цифры, которые расшифровать, в принципе, никто так со скандачка не может При соблюдении вот этих двух элементарных правил скорости и время В итоге вы можете получить 90% удовольствия от того, во что вы вовлечены А все спрашивают, а где же 10%? Вроде как 100% удовольствия это намного лучше, чем 90% Ну, 10% спишем на натуральную усталость То есть усталость все равно в любом случае присутствует при дальних поездках Как бы ты себя не вел, чтобы ты не пил И каких бы ты зарядок не делал, к концу дня ты все равно встанешь Николай Мазуренков вывел формулу мужского счастья 90-60-90 Можно и так, да То есть тут у кого на что хватает фантазии? Ну, тем не менее Фантазии хватает гораздо на больше Мы в это зашифровали свои Скажи, Коль, ты на оффроу взял с собой прицеп Но вообще-то это большой риск У тебя что, какой-то был совершенно специальный прицеп? Он был у тебя еще, может быть, даже с активным приводом? Или это был банальный конгломерат дачника Под названием «Здравствуй, могила!» Да, здравствуют грядки и где тут мои грабли? Ну, прицеп на дачной, он маленечко Теперь уже внешне не похож, да? Я могу сказать Колесики какие у него были? Не помню размер Ну, обычные 13-й, 14-й Обычные там 14-й диски или 13-й Совершенно обычный прицеп МЗСР Новый, ничего с ним не перейдет Тюнингу он подвергся Мы его, так как мы занимаемся тюнингом, да? Мы его маленечко тюнингнули Кингурятничек, шноркель Нет, нет, нет Мы ему заклеили белым пластиком борта И на борта налепили наклеек Потому что просто на... Со стрелочками показали, что вот здесь у нас лежит 90-60-90 Там были, да, мы же сделали путешествие у нас такое официальное У нас был свой логотип, своя наклейка Которая была в виде дорожного знака Где было написано, что это автопутешествие Что его организовала компания Block Motors И было... Что оно по всем правилам Да, что оно по всем правилам То есть это дорожный знак, да, это уже первое И в 90-60-90 там тоже было прописано Когда лет, наверное, 20 тому назад Стефания Дзини Это такая блистательная итальянка Она невероятно изящная дама С несгибаемым кованым характером Сделанным из железобетона и брони Решила проехать из Москвы в Пекин Она к своему дефендеру 110-му Прицепила такой же вот практически прицеп Что ее и погубило Потому что на ровном месте монгольских степей У нее в этот момент Антон Долотин сидел за рулем Не она была А он эту машину на ровном месте вывалил в кювет так Что завязал бантиком все Собственно, экспедицию погубил прицеп И прицеп, тем более на бездорожье Это серьезное обременение То есть ты, получается, протащил весь маршрут с собой Его ни разу нигде его не потеряв И не оставив под березкой полежать до вашего возвращения Это сложно Ну, по тому маршруту, где мы ехали Сложного бездорожья не было То есть это был... А 600 километров буераков? 600 километров буераков это... Ну, я еще раз повторю, это грейдер Это плохие дороги Просто прицепу было тяжело ехать Мне его было действительно жалко Потому что его трясло Его ломало, перегибало Он трясся Был такой интересный у нас случай Мы ехали по бетонке И автомобиль... Длина его была больше И с прицепом, да? Попадали в стык, в резонанс Прицеп добивал И мы ехали, ну, как на виброплите И ничего с этим нельзя было поделать Едешь быстрее, вибрация усиливается Едешь тише Вибрация уменьшается Но она присутствовала всегда И вот... Часа два такой трясучки у нас было То есть машину я протрес на все столы Да и сам похудел А что ты вез в этом прицепе такого бесценного Что это нельзя было на крышу прикрутить? В прицепе у нас... Ну, у нас же путешествие по всем правилам Резиновых женщин там не было, я понял Нет, там была... А, была все-таки? Там была лодка ПВХ с мотором Там была туристическая мобильная баня Там был шатер Там была туристическая мебель Туристическая баня Баня, да То есть мы, по возможности, на речках Где ночевали, где отдыхали, где рыбачили Мы ставили баню, топили ее То есть у вас было достаточно большое удаление от цивилизации То есть получалось так, что вы ушли в отрыв И у вас была полная автономия В том числе, значит, вы собой топливо брали Не только же баню Мы далеко от цивилизации То есть наше путешествие, оно вообще такое Маленечко непостоянное У нас были и цивилизованные участки То есть асфальт То есть это... Ну, если вернуться в начало Я все-таки так и не рассказал Что мы стартанули из Москвы Да, что мы стартовали из Москвы Следующим нашим ориентиром был город Кострома Но мы к нему двигались не по федеральной дороге Мы поехали через Киржач Через Юрьев-Польский, с Юрьево-Польского Лесами-полями вышли на Нерехту То есть Нерехты на Кострому То есть в Костроме у нас был... Перед Костромой был ночлег в поле, на речке Следующий такой большой центр Мы двигались в Киров В Кирове у нас был уже цивилизованный отдых Нас ждали Нам верили, что мы приедем И в Кирове мы ехали на мероприятие Это Кировская область, село Истабенское Там проходил День огурца В этом селе каждый год Уже вот, не помню, 17-й, по-моему Они устраивают такой Своего местного значения праздник Где вся... Где основная тематика праздника Это огурец То есть как начал ты Свои путешествия с огурца Так и продолжаешь Ну, это интересно То есть наши путешествия... То есть маршрут рассчитан так Что мы не просто едем Мы заезжаем в музей Мы смотрим интересные места У нас по плану был Кострома Музей Сусанина Но так как мы с собой в эту путешествию... Нашли музей Сусанина или сблудились? Пока искали? Скажу честно Первый раз, когда я прокатывал маршрут Я приехал к этому музею Сусанина Все, что я нашел в интернете по этому музею Все координаты забил их в навигатор Подъехал по координатам Никакого музея я не нашел Расстроился, развернулся Объехал все окрестности деревни Сусанина Не нашел никакого музея Психанул Уехал туда, куда нужно было мне уехать дальше Вечером залез в интернет Понял, что я был возле музея Сусанина Но в него я так и не попал То есть вот Сусанинское место Оно все-таки чем-то... Профессионализм с веками не утрачен абсолютно Нет, там что-то есть такое И нашел я этот музей уже второй раз на следующий год Когда к нему поехал То есть в музей я все-таки попался И оказалось, что это все-таки музей Сусанина Да, нашел музей Сусанина Хотел, мне там очень понравилось Мы нашли камень Который стоит Большой камень в болоте На месте подвига Ивана Сусанина То есть его мы тоже нашли со второго раза В этом году хотел туда привезти людей, показать Но маленечко... Мы с собой в путешествие взяли видеооператора И вот видеооператор нам со своими планами Внес коррективы Мы не сумели попасть в музей Нам пришлось это все срезать И мы уехали в Киров Нас ждали на дне огурца Мы должны были туда успеть Так видеооператор был виноват? Ему нужно было пленку проявить? Или огурец ждал? Пишем все на видеооператор Понятно Нужно было где-то проявить пленку А в музее Сусанина это было самое неудачное место Ну, кстати, мы, как ни странно Почему-то в пятницу у музея выходной Мы туда планировали как раз Ну, должны были приехать в пятницу Уговорил сотрудников музея выйти В выходной день и открыть для нас Для шестерых музей Очень легко они этому поддались Распахнули? Увы и ах, мы не приехали Ну, мы им позвонили, предупредили Тысячу раз извинились Они сказали, ребят, ну, давайте на обратном пути Может быть, вы к нам заедете Ну, к сожалению, обратный путь у нас был разрозненный Каждый уже уезжал сам по себе Итого, значит, вы доехали до Кирова в день огурца А потом маршрут Из Кирова у нас пролегал маршрут, значит, 300 километров Опять мы ехали по асфальту Это поселок Афанасьево И оттуда мы уходили опять Попрощались с асфальтом И на два дня ушли в леса, в поля Ушли в грейдеры Ушли в грейдер, который был размытый 70 километров мы проехали за 4 часа По этому грейдеру я тащил прицеп Было интересно И лебедки тут пригодились? Нет, на этом грейдере мы все хорошо Слава богу, никто не буксовал Скажу больше, даже мы ехали уже часа два Полностью все ошарашенные дорогой Из-за поворота, наверное, уже стало темнеть Нам навстречу выехала фура То есть мы были в шоке Мы здесь едем на внедорожниках Там, где мы рубимся, там, оказывается, местные просто катаются Перерыв на новости, потом продолжим Николай Музыренков, организатор автопутешествия по всем правилам 90-60-90 При том, что это новые мужские правила Не имеющие к женским статям никакого отношения Но подманивал Коля, конечно, мужиков На спецподготовленной технике На 90-60-90 А потом выяснилось, что это рыбалка и походная баня При этом еще заехал на грейдер После Сусанина, где местные фуры просто катаются А москали клятые рубятся Ну, с нами еще был клятый казах У нас был экипаж из Казахстана Судя по фотографии Потом к вам примкнул Паджиро-2 Откуда ни возьмись, взял и нарисовался Ну, мы свое путешествие анонсировали в клубах, на форумах И вот это участник Паджиро-клуба Которому понравилась наша затея И он сказал, ребят, если как вы доедете до Пермского края И в конце путешествия у нас была такая жирная-жирная точка Это настоящий спецучасток Спецучасток 9 километров Для того, чтобы доехать до этого спецучастка У нас были еще 80 километров лесовозных дорог Увлекательно всегда Мы разъезжались Кстати, для всех это была новость Что на лесовозных дорогах По какой бы стороне груженый лесовоз не ехал Значит, нужно ехать тебе по противоположной То есть у нас была и Англия, была и Россия Мы разъезжались на встречках То есть идет лесовоз, он включает поворот Что он будет ехать по этой стороне И вот где, с какой стороны у него горит указатель поворота Ту сторону водитель лесовоза предпочтительно себе выбрал А вы, ребят, уж или в кусты, или объезжайте меня как хотите Ну, это такие вот лесные правила Ну, по крайней мере, хотя бы правила Но с другой стороны, понятно Ну, они их знают Я, так как, скажу, маленько житель тех мест Я о них знал И вся команда была предупреждена Ну, они ехали за мной И мы, как ниточка за иголочкой Все один в один Доехали до этого спецучастка Пропустив там порядка 10-15 лесовозов И в том числе уже имея на хвосте у себя в колонне Неподготовленную машину Паджара-2 То есть уставшую жизнью И, по большому счету, имеющую штатную резину И штатный набор блокировок Да, тот автомобиль был полностью штатный Ну, он спросил Коля А имеет смысл ставить мне? У меня есть грязевая резина Я могу ее поставить Я говорю, Макс, путешествие лайтовое такое Поэтому, если что, у нас в экипаже есть две лебедки С нами еще поехал по водорам УАЗик Поэтому никуда мы без УАЗов Уж извините Без УАЗов никуда, это точно Тем более, если речь идет о Урале УАЗике Так, и жирная точка 9 километров Что такого спец на этом участке было? Ну, могу сказать, что это Все 9 километров практически поперечная слань В те места, в которые мы ехали Поперечная слань, это вот на русский язык Как переводится? Поперечная слань Бревно, лежащее вдоль дороги Вернее, тысяча бревен, лежащие вдоль дороги И вся дорога Ну, это как московская Как Кремль, только там брусчатка квадратная Если убрать вот эти поперечинки Оставить только продольные линии То есть мы едем по бревнам, лежащим поперек дороги То есть поперек или вдоль? Поперек Поперек, то есть бревна идут поперек Бревно длиной 3 метра и вот мостовая То есть получается, что у вас ширина вот этой лесной дороги из бревен 3 метра И вы едете по нескончаемому мосту длиной в 9 километров Да, все эти бревна лежат на болоте То есть в тех местах, где болото кончается, начинаются камни Что тоже не лучше, чем ехать по бревну Причем срок, когда эти бревна туда положили Ну, тяжело сказать, это в тех местах, куда мы спустились Стояли зоны, жили на вольном поселении люди И вот, видимо, в то время какая-то у них стояла задача Нужно было им построить эту дорогу У нее построили, она на сегодняшний день Ее видно, по крайней мере Визуально ее можно отличить от простого леса И она есть эти 9 километров То есть такого, ну, жесткого Так как наши автомобили не очень подготовлены Беда, большая беда, это дорожный просвет Дорожного просвета нам не хватало А уехали мы на своих машинах далеко И основная задача была сохранить машины Потому что нужно было еще возвращаться домой 2000 километров Не хотелось тратить много времени на ремонт, на восстановление Поэтому ехали медленно, ехали аккуратно Ползли Ну, сколько мы, часа за 4, наверное, 9 километров Проехали благополучно Вот ты когда рассказываешь этот пейзаж Про выложенные бревна Возникает невольное ощущение, что они ровно выложены Но судя по тому, что вы ехали по ним 4 часа Это как после бомбежки То есть просто накрошили и накидали Если бы эти бревна были бы ровно выложены То о них не имело бы смысла вообще вспоминать Даже бы и не поехали туда Да То есть это был просто лес, заваленный бревнами Ну, изначально для чего клались эти бревна? Эти бревна клались для трелеочника Это такой трактор, который ездит на гусеницах И из болота вытаскивает хлысты 12-15 метров А может быть и длиннейший хлыст Это дерево, которое лишилось всех сучков Сваленное дерево То есть это специальная дорога для специальной техники И тут вы такие На УАЗике, на Паджерах, гастролюрах Для УАЗика это его родной дом Он там чувствует себя Тем более у нас у УАЗик был там Специальные портальные мосты, хорошие колеса То есть он там ездил, хохотал Просто радовал Ну, с другой стороны, он живет здесь Ну, он лишний раз сказал, что УАЗик все-таки хороший автомобиль На портальных мостах техника Она обычно очень даже ничего Совершенно верно То есть здесь вы протряслись еще разочек При этом никто не ушел никуда в Буэрак Ни в какое болото Да, мы протряслись На самом деле, вот весь маршрут там Вот кроме этих 9 километров Я доверился своему брату Он у меня подготовил эти 9 километров Так как он местный житель там В одиночку убил? Нет, он нашел эту дорогу Проехал на ней на УАЗике Говорит, Коль, вы на чем бегу? Мы, как обычно, все на Паджерах Нормальная дорога Для вас, москвичей, самое то Хоть маленечко разомнетесь Действительно Я думал, что будет легче Оказалось, я сильно переживал за участников Потому что, ну, я не помню, чтобы я обещал людям такого оффроуда А прицеп? Ну, он бы Прицеп, все-таки это прицеп И я его оставил Под березкой полежал? Да, нет Ну, полежи, отдохни Он долго ехал, он много вез Пусть он... То есть ты понял, что в этот лес можно и без бани? И без моторной лодки? Баню мы переложили к себе в другое место У нас стало много автомобилей У нас появилось два багажника Поэтому мы весь свой шмурдяк распределили Положили себе И баня у нас была И шатер у нас был И вся мебель Все у нас было хорошо И даже пилы еще мы с собой засунули Что вот очень немаловажно На обратном пути нам пила прямо очень пригодилась Что вы делали? Пилили Понятно, что вы там лес валили Мы спустились Проехали, да, 9 километров Мы успешно к ночи спустились Поставили лагерь Спустились куда? К реке Мы спускались к реке Наша цель была спуститься к реке Как река называется? Река называется Косева Это приток Камы Попадает она в Каму Почему мы спускались к этой реке? Потому что в этой реке живет большой Хариус Мы ехали за Хариусом Минуточку А щуку 21 килограмм? Она есть, но нас больше интересовал Хариус Ну, вообще-то полагается щуку Щуку надо поймать Ее надо приготовить А Хариуса можно поймать Посолить солью и скушать Ну, щуку можно дать приказ Тебе ее поймают И прямо на крючок насадят Нет, там некому давать такие приказы А, то есть все сами Там госпожа природа Она такие приказы не принимает А речную рыбу сырую есть? С Хариуса можно Я его ем на протяжении уже многих лет И все хорошо Молот и свеж Хариус Это единственная рыба Которую я точно могу сказать Что можно кушать смело То есть поймал, посолил Прошло 20 минут Соль маленечко впиталась Поел То есть вы рубились Несколько часов Для того, чтобы добыть хариуса Да, чтобы съесть Чтобы взять вот этот кусочек мяса Вот это такой Мы сейчас опять про огурцы И про мясо Вот это розовенькое такое Отрезать кусочек черного хлеба Намазать его маслом Масло у нас было с собой Потому что у нас был с собой Холодильник настоящий И вот ради вот этого Пяти сантиметрового удовольствия Мы туда ехали И люди туда поехали Чтобы вкусить Ну, самая вкусная И самая приятная рыба Это рыба на берегу Свежая прямо сейчас Вот только что Вот, ну, а там она еще шевелится Можно сказать Потому что это не очень гуманно Но это вкусно А ловили долго? То есть приехали Кинули удочку Она сама Мы туда спустились ночью Уже вечером не было Ни у кого желания, ни сил То есть утром встали И пока мы там Собирались, просыпались Разминались Сергей, местный житель Быстренько одел сапоги Забирал речку Буквально в 15 минутах За 15 минут поймал нам уже Пяточек рыбешек Которые Можно было кушать Как вы хорошо устроились А местные успевали Постоянно перед вами То дорогу сделать То рыбу поймать А тут без вариантов То есть Если не я, то кто? Если я вот Местный житель не встану И не поймаю рыбы Кто кроме меня этого не сделает? То вот эти вот городские пижоны На красивых машинах Они ловить не будут Потому что не умеют У них позывы были Но они не сразу Увенчались успехом А голод Вещь такая Она же не ждет Понятно Один шарик сломал Второй потерял Поэтому лучше я сам Да Получается, что у вас Практически весь маршрут Прошел в палатках Вне зон цивилизации То есть без гостиниц Ну в гостиницах мы мало ночевали В гостиницах мы почти Мы в гостиницах не ночевали То есть у нас был цивилизованный отдых В Кировской области Но в Кировской области Мы были на дне огурца А там мы ночевали На огурцах На усадьбе На усадьбе Ну под крышей Под крышей, да Там нас встретили Баня, все Ну это был Первая единственная ночь Когда вот Все То есть мы в дороге находились Где-то Порядка десяти ночей Остальные все ночи То есть девять ночей У вас были такие Под открытым небом В палатке Либо в машине В зависимости от того Кто чего хотел Ну да Казахский экипаж Они сделали себе Спальное место в машине Они сразу Мы не хотим Каждый вечер У них какая машина была Тоже Паджеро Спорт Потому что у вас там Л-200 еще был Но он был московский, да? Да, Л-200 был московский Тоже про Л-200 Наверное на СМИ Можно маленечко сказать Что это было Скажи, скажи Он поехал в путешествие С пробегом на одометре 80 километров То есть это Суровая обкатка Ну весь еще Скажем так Он прошел Некую процедуру подготовки Мы его маленечко Обвешали Поставили на него Другие колеса Снарядили его Всяким оборудованием Лифтанули вы его? Да По подвеске Чуть колеса влезли Колеса у клиента У счастливого обладателя У этого чудного автомобиля Не было задачи Там поставить Какие-то большие колеса Мы поставили Практически в штатном размере Только поменяли протектор Тип протектора По зубастей По зубастей, да То есть получается Что машина По большому счету Одна из задач была И прокатиться хорошо И машину не превратить В спецснаряд Который в городе Не приедет Клиент попал В такую интересную ситуацию Он говорит Вот Это же великолепно Когда мне сделали машину И тот человек Который отвечал За подготовку Этого автомобиля Со мной же Еще нашел смелость И поехать И испытать Этот автомобиль Если что-то с ним Случится Я знаю Где кого искать Я пойду Хариус плавлю А он пока тут будет чинить Он пусть чинит Ну Слава богу Ну запчасти брали С собой в дорогу? Нет Нет Я в этот раз Поехал даже Без фильтров Обычно возьмешь с собой Хотя бы Топливный фильтр Там воздушный фильтр В запас В этот раз А зачем Когда едет Такое количество машин Это Когда ты едешь один Это Один уровень Подготовки сборов Когда ты едешь командой То здесь уже Наличие топливных фильтров Нужно Менять на Туристическую баню Это правильно Лебедки пригодились По ходу пьесы Да Лебедка L200 Очень длинный автомобиль И ехался Ехал он Очень аккуратно Потому что Человек Ну Новая машина Ну как он может Это ладно У нас уже Бока все ободраны Мы где-то и газануть можем Где-то и Еще что-то И лед сломать Ну льда-то не было Я надеюсь Когда-то был Если что Конечно То есть его на лебедке Да Был один прецедент Который пришлось Без лебедки Мы не смогли После новостей Подробности Мы с Николаем Мазуренковым Организатором Автопутешествия По всем мужским Правилам 90-60-90 Остановились на том Как L200 Воспользовался Лебедкой В глубине Пермского края Это было Как раз На той самой Дороге Из бревен Да Это в самом В самом почти Начале этой дороги Прецедентом Послужил Задний бампер Задний бампер На заднем бампере Стоял фаркоп А на фаркопе Стоял Шар Который для прицепа И вот он Этим фаркопом Зацепился За эту Перевенчатую слань И просто повис То есть Задние колеса Стали болтаться В воздухе А передок Не смог Это все дело Стащить Пришлось Размотать Лебедку Ну просто сдернуть В один раз Да его надо было Просто тихонечко Стащить и все То есть не то чтобы Там лебедились Целый лес А нужно было Разочек использовать Нет Не было такого Да Шли все ходом Своим потихоньку Где-то Кстати Казахский автомобиль Приехал на наше путешествие С гламурным Передним кенгурятником Гламурный Это какой? Ну вот Труба Блестящая Вот эти все Берюшечки Рюшечки То есть не на раму Замкнут Я просто на пластмассах Клеили Кенгурятник Настоящий кенгурятник С какими-то там Волнами Все Ну мне тоже Он так изначально Не очень приглянулся Этот кенгурятник Ну слава богу На этих 9 километрах Он подкорректировал Свой автомобиль Кенгурятник Так и остался Там на этих Заковских дорогах Все хорошо А по что он отвалился Ты или сам просто отпал Не Да От От ужаса увиденного Нет Он его где-то в колье Просто хорошо шваркнул И со сваркой Вместе все хорошо У него отскочило То есть в конце путешествия Уже автомобиль Так приобретал Боевой вид Пообтесался малость Главуру тратил То есть вот это вот Выражение Что чистый внедорожник Это позор Для хозяина Мы его маленечко Довели до ума Да Он лишился там Брызговиков Зачем внедорожнику Брызговики В лесу Зачем кенгурятники Абсолютно ненужная вещь У него чуть не отпал Передний номер Слава богу Поймали вовремя Вы брали с собой Кинооператора И он уже сделал Очень неплохой фильм Который я даже видел И я думаю Что после эфира Как раз мы его разместим Где только можем Это мы с собой К нам в Кирове Присоединился Мимо данного Преступления Не прошло Кировская СМИ У меня хороший Приятель Знакомый Алексей Корольков Он не смог Удержаться дома Присоединился к нам Он снимал Значит участок Маршрут От Кирова До крайней точки И вот этот фильм Который уже в интернете На сегодняшний день есть Он не полностью повествует О том Что было на самом деле То есть это Некий фрагмент За кадром-то осталось За кадром Такое что Показывать нельзя Но снять очень хотелось Нет Мы сейчас Делаем свой фильм Мы брали оператора То есть Наш фильм сейчас в монтаже Наш фильм будет Ну мы решили его сделать Это некое Уроки Начинающим Ну уроки не такие Что Ребята Вот если вы поедете Берите с собой Аптечку Огнетушитель Мы маленечко ушли Так в юмор И такие нестандартные советы В этом фильме Там порядка десяти Таких нестандартных советов Например Один Ну например Ну не знаю Может быть этот совет И стандартный Но допустим Собираясь в путешествие Командой Немаловажный фактор Уделить тому Из кого состоит Твоя команда То есть Собираясь В длительное путешествие На автомобилях Нужно Как минимум Подбирать Близких по духу людей Близких по Физическим показателям То есть Не там Мышцы сила Да А возможность Четыре Пять Шесть Восемь часов Находиться за рулем Незгибаемость характера В частности А кстати Ты-то команду Как формировал Ведь это же Клиент Это случайная иллюзия Да Это случайные люди Это клиенты Но с ними Я общался С представителями Казахстана Мы общались По телефону То есть Я доверился Своей интуиции И в принципе Моя интуиция Меня не подвела По команде Телефон Телефон Ты и зазвонил Как раз Я это понимаю Из Казахстана Интуиция не подвелась Человеком Которого ты не видел Не видел Мы общались По телефону Я в принципе Полгода мы общались Уже мог оценить человека То есть Человеку Я прежде чем Позвать человека С собой Я рассказал о путешествии Все самое плохое Все самое Что будет тяжело Что можно сломать машину Что надо долго ехать Что не всегда Удастся заправиться Хорошим топливом То есть Изначально Я всех людей Запугал Говорю правду И даже чуть-чуть Наверное Больше чем правду Моя задача Их запугать Если человек Этого не боится И он в любом случае Говорит Да Это только интереснее Это только лучше Если это на самом деле будет Может быть еще чего-нибудь Там и симпровизируем То есть Люди настоящие Поехали с настоящим желанием С желанием Попробовать себя Попробовать технику Посмотреть мир И я не ошибся В кадре было Как на вас заяц напал Это действительно Зайчонок Мелкий То есть Там был Такой небольшой Бездорожье Все операторы Сказали Так всем стоять Мы сейчас будем снимать Камеры мотор Загорелся свет И здесь выбегает заяц И причем Ну вот этот Случай в кадр не попал Этот заяц Который Пробежавший мимо Он сел На свои задние лапы И наверное секунд 15 Еще сидел Смотрел Что ж тут вокруг Все таки происходит Откуда вы все взялись Но вот В объективы камеры Операторы были не готовы К развитию такому То есть В сценарии Это было не прописано Профессиональный оператор Это тот кто После того как все произошло Говорит А повторить можно? Да Зайцы на это ловятся Очень плохо Поэтому с нами были Профессиональные операторы Тем не менее Заяц в кадр попал Заяц попал Ты сам вначале сказал Что когда дилер Затевал подобное мероприятие То почему-то уместным Тебе показалось сказать Что это Туристическое агентство Ваше Вы деньги то брали С людей За то чтобы они машину убили Ну мы вначале Хотели попробовать Но потом поняли Раскаялись Что это некорректно Наверное И все-таки наша задача Не зарабатывать На этом И мы пригласили С собой людей Безвозмездно Но опять же повторю В тот момент Когда вышла информация О том Что ребят Мы вас приглашаем Мы поставили Фиксированную плату Что это будет платно И там ограничились Десятью тысячами Рублями Но в определенный момент Резко от этого отказались То есть Ну это был некий фильтр Опять же Для тех Кто действительно Этого хочет А потом Когда люди Этот фильтр прошли Вы сказали А ладно Слушайте Все свои Ну какие Десять тысячи Вы же наши клиенты Вы же наши друзья Мы ваши Разве мы можем Запускать здесь деньги То есть Вы клиентов Вывезли на машинах В дальнюю даль Показали им На что способны Эти машины Дали им возможность Полюбоваться на природу На хариуса И попугать зайчика После чего Вернули их обратно В цивилизацию Без особых потерь Вот судя по всему В цивилизацию Они возвращались сами То есть Это один такой Из воспитательных Наверное моментов То есть Туда мы их взяли И проводили Я их провел Две тысячи километров Показал Все что мог показать Что хотел А обратно Люди ехали Уже самостоятельно Вот на каком моменте Они стали Сбросив с себя Город И цивилизацию Во-первых Погружаться в природу И на каком моменте Они начали восторгаться И ценить Вот это все Ведь вряд ли в первый день Они поехали И сказали Ух как это здорово Вот когда люди Наконец сказали Как это здорово Ну с нами ехал Мужской коллектив Ну 96-90 Конечно Мужчины Из них Просто так Вытянуть вот эту эмоцию По глазам-то видно По глазам Это было Первое утро То есть У нас первый ночлег Дикий ночлег Ночевали мы На берегу реки Попали Охраняли нас Со всех сторон Мы там Была Ивановская область По-моему Там проходили Какие-то Глобальные Военные учения И мы даже у военных Спрашивали разрешение Ребята Можно мы на этом берегу Переночуем Потому что на том берегу Десятиметровой речки Стояло под Москитной сеткой Камазы Мы даже видели Живой Тополюэм Который от нас Пытались спрятать И даже На следующий день Мы попали еще на блокпост И при нас Блок Моторс Попал на блокпост Блок Моторс Попал на блокпост Стояли Дорогу нам не давали Перегородили Все Сказали Ребят подождите Мы спрячем Все свои тополя Потом вы поедете Ну если что Вы же могли бы И так поехать Вы же в конце концов Мы видели тополь Хотели Говорить Давайте остановимся Как-то не поддержали Бою инициативу Остановиться Возле сворачивающегося Тополя Это же истребительно Не балалайка Как было в одном фильме Да То есть людей проняло Ну да Не пожалели Нет Я очень Это Я ждал Мониторил Это состояние По своим ушам То есть Если кто-то тебя Начинает материть От души То уши должны краснеть Вот на протяжении Всего путешествия Мои уши не краснели И я не прочувствовал Даже когда мы Ехали вот в этом Тяжелом бездорожье Там эти 4 часа Все были на позитиве Все говорили Что это здорово Что это интересно Больше всех психовал Наверное я Ну правильно Грызла совесть Грызла совесть Да Ну Тем не менее Никто Я сейчас могу Смело позвонить Любому из участников Никто не скажет Я тебя не знаю Я с тобой Разговаривать не хочу Наоборот Л-200 сейчас приехал Снова к нам на сервис А ближе не нашлось С новыми А нет Там у человека возникли Новые идеи И мы его продолжаем Развивать Существовать Строить дальше Фаркоп уже открутили Или еще нет Там же открутили Мы его в лесу Чтобы уже Не было второго Такого прецедента Так ваши творческие планы На Кировской огурец Вы уже съездили Вот Автопутешествие По всем правилам Женского тела 90-60-90 В мужском исполнении Состоялось Ну первый план Это зима В том году Я прокатывал Маршрут До Печоры То есть До Ухты Это цивилизованная дорога Да А чтобы попасть В город Печоры Это Коми СССР Это только зимой Это зимники В том году Я побывал в Печоре И вот в этом году После Нового года А может быть Даже в рождественские Каникулы Попытаемся собрать Людей Там 3-5 экипажей И вот Зимой Попробуем Доехать до Печоры А потом Зима А потом будет лето На следующее лето Мы на этот же маршрут Будем приглашать И этих же Своих клиентов Друзей И будем звать новых И если будет Востребовано Если это будет Востребовано То мы готовы И даже Два раза Организовать путешествие Поэтому Есть уже Интересный маршрут Он прокатан Он подготовлен Есть музеи Мы знаем Куда нужно заехать Нас уже везде знают Нас везде ждут Ну музей Сусанина Вас целый год Готовы подождать? Они подождут Да Год И мы в этом году Побывали в очень интересном Музее Село Кулига Это Удмуртик Кулига Как они говорят правильно Старообрядческий музей Там живые Старообрядцы Выставлены? Там Хранитель этого музея Старообрядка То есть Она По поколениям Перешла Очень Интересный Человек Женщина Который Инициатив На их На ее собственной Инициативе Держится этот музей Собирается Действительно Интересная информация Сама она Очень Рассказчик Который Ну Не знаю Ее первый был Вопрос Такой Деловой К нам Ребят Сколько У вас Есть Свободного Времени Ну Минут 40 Жалко Я могу Два дня Парочку Стендапчиков С ней Запиши Так мы В эфире Потом Все это Озвучим У нас В кино Она Будет Мы Музей Мы Музей Снимали И вот На Будущий Год Видя В каком Все таки Московские Музеи Это и отдельная Песня А музеи Которые В той Глубинки Во первых Почему мы Поехали В Кулигу Кулига Это Там Географически Зафиксирован Исток Реки Кама Это был Николай Музуренков Автопутешествие По всем Правилам Спасибо Спасибо